Директор магазина вовсе не собирался никого грабить и убивать. В Ижевск Абдул-Рафиков приехал любовницей. Столько сил потрачено, и все впустую. А еще через день в Ижевске вновь произошла квартирная кража. На этот раз среди похищенного была одна приметная вещь. Заграничная сумка. Вероятно, именно в ней преступник вынес добычу. Знаешь, поразило пальто какое-то, там чехла, очень дорогое, за 5 тысяч, если память изменяет, что ли. Думаешь, что за пальто? Может, жигули стоило, в то время стоило. Ориентировки на сумку и похищенные вещи срочно прошли по всем отделениям милиции. Вскоре поступила важная информация. Человека с похожей поклажей видели на железнодорожном вокзале. Он сдал вещь в камеру хранения. Решение было принято моментально. Подозрительную сумку осмотреть. Когда ее открыли, сотрудники милиции почувствовали, как забили сердца. Есть! Обнаружены были вещи похищенные. Вот, вот, с последней кражи по тебе же. Обнаружили штык-нож и связок ключей, где-то порядка 70, точно не помню. Много ключей все это. Подпись на квитанции была неразборчивой. Оставалось одно – ждать, когда хозяин сам придет за награбленным. Сыщики были готовы к любой ситуации. Люди в штатском постоянно находились недалеко от камеры хранения и ждали сигнала. Все входы и выходы контролировались. Казалось, ижевские оперативники предусмотрели все. Между тем, багаж под номером 5 оставался нетронутым. Истекали последние часы хранения. И вдруг полная неожиданность. Квитанцию на багаж с награбленным предъявил мальчик. Оперативник оценил ситуацию и принял единственное правильное решение. На выходе из вокзала мальчишку встретил мужчина. Внешность незнакомца показалась сыщикам удивительно знакомой. Мужчина открыл дверь машины и машинально снял очки. В следующее мгновение сыщики поняли, с кем имеют дело. Это был Юнус Абдул.